Идеальный город для меня. Асфальт, да, замечательно. Забудьте, когда я хвалил брусчатку. В Бордо есть такие потрясающие трамваи. Посмотрите, какой красивый. Здесь чистые тротуары, здесь дети реально могут сидеть на тротуаре. Все здания чистенькие, никто себе не повесил кондиционер. Черный дом. Хорошо бы отправить наших градостроителей в Бордо. Может быть, чему-нибудь научатся. Я прилетел во Францию в разгар второй волны коронавируса, когда в Париже был введен комендантский час. И для выхода из дома с 9 вечера до 6 утра нужен был особый пропуск. Поэтому, проведя вечер в Париже, я на следующий день отправился в Бордо, где никаких ограничений не было. Но для начала давайте посмотрим, как в Париже следят за соблюдением комендантского часа. Девять вечера, и что мы видим? Мы видим, людей мало на улице, людей мало. Все рестораны, вот тут сбоку рестораны, рестораны все закрыты. О, менты. Так, менты, 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 менты. Мы к ним пошли. А, менты пошли. Так. А мы? Так, менты только что приняли... Так. О, и они едут к нам. Нет, они к нам едут, да. Едут? Да. Я вижу, что они там проверяют документы. Вот там. И они уже заметили нас, и сейчас они пойдут к нам, но... Ну пойдем туда, в ту сторону. Так, потихонечку. Пойдем. Вон, оранжево мигают мигалки на мосту. Это приняли ребят, которые там тусили. То есть, если мы так... Тихо, тихо, уходим. А где менты? Да. Смотри, если бы мы сейчас хотели переходить от моста, то есть реально... Мы могли сейчас попасться. Да. Могли сейчас попасться, но мы не попались. Потому что, если можно не попадаться, то лучше не попадаться. Но вот те ребята, которых они оставили, они идут на встречу. Мы, кстати, можем у них спросить, чем там дело кончилось. Да, значит, ребята говорят, что, во-первых, до них... Потому что они без маски. Во-вторых, потому что они шарапятся. Их, судя по всему, не оштрафовали. Менты сказали, что ты, как бы, можешь, например, стоять на автобусной остановке и ждать автобус. А шарапиться вокруг остановки уже нельзя. Типа, бегут домой. Можно прикинуться вот глухими, как эти ребята, и менты точно не подойдут. Плохо идущие и обнимающие друг друга тела. Поскольку мы в Париже, и сам процесс прикинулся бомжов. То есть видишь ментов, просто ложишься около входа в любой магазин, и все. Особо никого не гоняют. То есть народ так довольно расслабленно разбредается. Единственное просто отличие в том, что все закрыто. Вот нет, что бы Собянина позвать. Он бы научил их цифровому концлагерю. У всех были бы сейчас электронные пропуска, QR-коды, камеры слежения. Поблил. Кто мэр Парижа? Почему тут лужи? Какого дорожники эти французские? Бордо – это замечательный город на западе Франции в исторической Аквитании. Центр виноделия и департамента Жеронда. Сам по себе Бордо – город небольшой, всего 250 тысяч жителей. Но вместе с агломерацией переваливает за миллион. Бордо разбогател в 18 веке на торговле с Америкой. Его центр застроен по принципам классицизма, который тогда был ведущим художественным и архитектурным стилем в Европе. Бордо расположен на широком изгибе реки Героны, из-за чего его исторический центр даже прозвали портом Луны. Под таким названием он внесен в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Несмотря на близость к Атлантическому океану, в Бордо средиземноморский климат, благодаря чему вокруг города находятся самые известные виноградники мира. Кстати, даже русское слово «бордовый» произошло от бордосских вин, которые в Россию стали завозить еще при Петре Первом. И так вот замечательно у нас выглядит центр Бордо. Обратите внимание еще на дизайн-код. Вот что интересно, это исторические здания. И посмотрите, как выглядят все первые этажи. Нет ярких вывесок, то есть здесь видно очень жесткий дизайн-код, потому что вывески такие вот флажками и на маркизах можно. Здесь такие вот защитные маркизы есть, которые выдвигаются электрически, и на них вот есть вывески. Кроме того, практически везде, ну за редким исключением, да, где-то есть там и современные стеклопакеты, например, в этом магазине, но большинство заведений они сохраняют деревянные красивые двери. Так, по моим ощущениям, процентов 90 это деревянные красивые двери, и они очень стараются сохранять такие вот, видите, исторические вывески, исторические такие шрифты. Вот с такими фасадами, когда мы вдоль них идем, с ними приятно контактировать. Видите, здесь какая-то вот старая дверь, такая вот классная старая дверь. Мы видим какие-то объявления, мы видим какую-то жизнь, которая протекает в этих ресторанчиках. Вообще потрясающий город, вот эта вот история и старина буквально на каждом шагу. И практически нет асфальта, видите, везде брусчатка, везде плитка, весь город в натуральном камне, и конечно, ходить по такому городу гораздо приятнее, чем если бы мы ходили с вами по асфальту. Сегодня английский нужен не только в зарубежных путешествиях, но и для учебы, работы и общения с интересными людьми в сети. И все это можно делать, не покидая Россию. А преодолеть языковые барьеры поможет онлайн-школа английского языка Skyeng. Рекомендую не откладывать обучение до открытия границ, а готовиться совмещать практику языка с путешествиями по России. Тем более заниматься английским вместе со Skyeng можно где угодно, хоть на самом дальнем севере России. Кстати о севере. Skyeng запускает крутой конкурс, в котором можно выиграть путешествие в Мурманск, где победители будут кататься на хаске и оленях, охотиться за северным сиянием и поедут в Териберку. Это красивейшее место, где режиссер Андрей Звягинцев снимал свой фильм «Левиафат». Вместе с победителями в путешествие отправится ведущий канала Skyeng, британец Джордан. А значит можно будет практиковать английский вживую. Чтобы поучаствовать в розыгрыше нужно купить пакет уроков, применив промокод СЕВЕР. Новым ученикам достаточно купить пакет от 8 уроков. А тем, кто уже учится, нужен пакет из 32 или 64. Промокод даст вам еще два бесплатных урока. Skyeng определит троих победителей 20 декабря. Только не забудьте промокод. Сама поездка планируется на начало 2021. Путешествуйте, изучайте английский и побеждайте в конкурсе. Удачи! Все здания чистенькие, никто себе не повесил кондиционер. Замечательно, уличные кафе. И никто не вставил пластиковое окно. Никто не повесил на фасад кондиционер. Все чистенько, все аккуратненько. Красота! Обратите еще внимание, как здесь сделаны уличные кафе. То есть столики и стульчики, они просто стоят на площади. Они никак не отгорожены. Иногда есть зонтики. А в большинстве случаев, видите, и зонтиков никаких нет. И вот разные ресторанчики, они просто выставляют свои столики и стульчики на площади. И люди приходят и едят. Это именно так, как должны выглядеть уличные кафе. Потому что сейчас они стали частью общественного пространства. Здесь вокруг ходят люди. И мы можем, видите, пройти прямо мимо столиков. Так, это отвратительный мопедист французский. Ресторан фактически украсил и улучшил, сделав более качественное общественное пространство. Здесь сразу стало приятнее гулять. Здесь ты чувствуешь себя комфортнее и безопаснее. Здесь интереснее, потому что ты контактируешь с какими-то людьми. И тебе интересно смотреть, может быть, то, что ест. Смотреть, какие люди. Ты слышишь какие-то обрывки их разговоров до тебя доносятся. Это просто красиво, потому что рестораны стараются как-то сделать уютные и классные места. Видите, вот они ставят столько, чтобы можно было наблюдать за площадью. Кто-то выставляет какие-то еще катки с цветами, катки с растениями. Город сделал хорошее общественное пространство, просто разрешив ресторанам выставить столики и стульчики. Вот очень важно, не как у нас делается, когда они громоздят какие-то пристройки, надстройки, что-то есть достраивать. А именно, то есть город разрешает им больше зарабатывать, сделать больше посадочных мест. В обмен на это город получает более комфортное и безопасное общественное пространство, ничего в это не вкладывая. Вот такой вот симбиоз, как город должен работать с бизнесом. Кстати, интересная история, люди в основном любят гулять вот именно по таким вот узким улочкам. При этом, когда в их районе вдруг появляется какая-то плотная застройка, все дико возмущаются, как-то так смотрят друг другу в окна. В плане городской среды все по таким улочкам хотят гулять и чувствуют себя здесь комфортно, потому что она такая, ну эта застройка, она масштабно человеку, мы смотрим на фасады, контактируем с ними, заглядываем от витрины и здесь довольно интересно и приятно. При этом, когда речь заходит про то, где мы хотим жить, всем хочется, чтобы вид был как минимум на какой-нибудь центральный парк или желательно на океаны, чтобы до горизонта не было вообще никакой живой души. А все почему? Потому что человеку важно выйти голым на балкон и чтобы никто его не увидел. Так что приходится искать компромисс, друзья. Вот, друзья, просто идеальный город для меня. Правильный масштаб, хорошая архитектура, масса деталей, интересные фасады, много людей, приятно и комфортно здесь гулять. Чудо! И вот посмотришь так наверх, да, и везде красота. В Бордо есть такие потрясающие трамваи. Посмотрите какой красивый, низкопольный. И такие трамвайные остановочки. Чудо чудесное. Здесь есть все что нужно. Удобная схема, по которой понятно куда тебе ехать, вся информация про билеты. Есть аппарат для покупки билетов, можешь сразу пока стоишь на остановке купить билет. Есть крыша, табло, где написано, когда какой трамвай приходит. Ну, естественно, трамвайные пути выделены. Я думаю, здесь даже и речи быть не может о том, чтобы трамвайные пути совмещались с дорогой, чтобы кто-то по ним ездил. В России люди возмущаются и требуют, чтобы по трамвайным путям могли ездить машины. Им кажется, там несколько полос можно было бы сделать. Зачем здесь газон? Как это ужасный плов, где должны обязательно ездить машины. Друзья, нет, здесь должен ездить только трамвай. Если вы хотите быстро передвигаться по городу, то, пожалуйста, пересаживайтесь на трамвай. В этом плюс как раз трамваев и вообще плюс общественного транспорта. То, что он в городе эффективнее, быстрее, удобнее личного автомобиля. Самое главное, общественное транспорт предсказуемый. Вы не должны стоять в пробке, вы должны четко понимать, ну как на метро, например. Сколько времени у вас займет поездка, чтобы было удобно планировать передвижение по городу. Довольно интересная улица, потому что мы имеем реку. Здесь у нас историческая застройка. И посмотрите, что несмотря на вот эту вот такую вот ширину, здесь мы имеем всего по две полосы движения в каждую сторону. Здесь вот буквально каждые 100-200 метров есть пешеходные переходы. Никто не требует убрать светофор, сделать здесь какое-то бессветофорное движение. Машины едут очень аккуратно. Тут, видите, неровности, все как мы любим. Плюс, сами полосы, они достаточно узкие. Метра три, наверное, может быть, еще меньше. Когда едут две машины и им прямо некомфортно ехать. Это нужно для того, чтобы никто не гонял. Конечно же, конечно же, вот видите, здесь есть пешеходный переход. И, конечно же, этот пешеходный переход полностью безбарьерный. Все в один уровень. То есть, тут нет никаких ни бордюров, ни пандусов, ничего. И человек на коляске, человек с велосипедом, может совершенно комфортно здесь передвигаться, перемещаться по этому городу. Везде вот есть велоинфраструктура. Для велосипедистов есть отдельная разметка. Здесь сделан такой дублер с парковкой вдоль, собственно, кафе и ресторанов. И сделаны столбики. Столбики, в отличие от забора, они не мешают пешеходам. Но, тем не менее, они защищают тротуар и все остальное от нелегальной парковки. Заборчики у них тоже есть. Они очень редко встречаются. И обычно вот несколько секций буквально как раз вот около пешеходного перехода. И стоят они не абы где. Например, в данном случае вот эти вот несколько секций заборов они поставили из-за того, что из исторического центра из старого города дорога идет по центру. И чтобы люди не срезали пешеходный переход, чтобы они не срезали, они сделали несколько секций. Но, в принципе, они не нужны, потому что дальше уже, видите, опять ничего нет. Никаких заборов вдоль дорог, как у нас, их нет. Ну и параллельно вот эти заборы используются еще для парковки велосипедов. Видите, тоже они иногда стоят. И здесь вот у нас замечательная набережная. Сейчас посмотрим, что тут происходит. Пока на набережной спортивные площадки. Здесь баскетбольные. Здесь какая-то детская площадка. Набережная реки Гарон. Она только почему-то отделена забором. Какие-то заросли. Интересно, чем это вызвано. Здесь вот ходят трамвайчики. А здесь даже есть туалет. Собственно, река Гарон. Она немножко вышла из берегов. Она очень сейчас грязная. Видимо, какие-то дожди или наводнения. Что-то неправильное происходит. Тут все не очень хорошо. И они даже загородили вот такими барьерами подход к воде. Так, в целом, набережная довольно приятная. Не новая. То есть не то, что какое-то там чудо урбанистики сделано. Она была явно не вчера. Но, тем не менее, народ здесь бегает, катается на велосипедах. Самое важное, как и полагается хорошему общественному пространству, это набережная. Есть различные активности для разных людей. То есть там скейт-парк для молодежи, площадка для детей, различные спортивные площадки. Есть возможность бегать, кататься на велосипеде. Есть возможность там отдыхать. Есть бесплатные туалеты. При этом очень чистенько. На всей набережной нет ни шашлычных, ни музыки. Ну и, конечно, самый кайф это то, что вдоль набережной ходит трамвайчик. А набережная здесь такая широкая, потому что река Гарон выходит иногда из берегов. Поэтому основная линия застройки в метрах 100-150 от воды. А здесь мусорный контейнер для раздельного сбора мусора. Он никак не мешает, нет ни запаха, ничего. Здесь ресторан, здесь люди сидят за столиками, кушают, пьют вино. А здесь у нас мусорные контейнеры. Они абсолютно чистые, нет запаха, нет никакого отторжения. То есть, опять же, здесь различные контейнеры с мусором. А здесь люди едят. Нет ни антисанитарии, никаких неприятных от них впечатлений. Надеюсь, когда-нибудь у нас тоже будут нормальные условия для хранения мусора в городах. А вот у нас, друзья, обычно чем занимаются учителя? Они достают, чтобы дети ходили в сменки. Почему? Чтобы в грязной обуви никто не приходил в школу. А в Бордо дети на экскурсии на школьной сидят прямо на тротуарах и слушают, что им рассказывают. Почему? Потому что здесь чистые тротуары. И здесь дети реально могут сидеть на тротуаре. Не будем близко снимать, чтобы не вызывать смущения у преподавателей. Но дети реально сидят прямо на тротуаре, прямо на каменных холодных тротуарах. Своими попками детскими, без каких-либо подстилок. Потому что чистые тротуары. Когда у нас будут чистые тротуары, не надо будет ходить в сменки. Бордо — это центр исторической аквитании. Одного из самых древних регионов в истории человечества. Именно здесь находится пещера Кроманьон, в которой ученые нашли первые скелеты современных в биологическом смысле людей — кроманьонцев. Бордо успел побывать в столице римской провинции еще при Юлии Цезарей. Потом был в столице королевства. А под власть французских королей окончательно попал лишь в 15 веке. Впрочем, в 20 веке город еще дважды выполнял функции столицы. Во время Первой и Второй мировых войн здесь располагалось сбежавшее из Парижа правительство. Так что столичное наследие в Бордо вполне ощутимо. Знаменитая брусчаточка, которую я хвалил, но она оказалась не очень удобной для самокатов. Начинается асфальт, да, замечательно. Так, забудьте, когда я хвалил брусчатку. Брусчатка — это отвратительно, когда ты едешь на самокате. А еще здесь очень круто, у них здесь фирменные бордовские светильники. Такие вот красивые медные лампы, которые висят прямо посреди улицы. Раньше в Москве тоже в историческом центре висели над дорогой светильники в небольших переулках. Но в процессе реконструкции улиц их почему-то все убрали и поставили обычные фонари. На мой взгляд, на узких переулках гораздо уместнее и круче смотрятся вот такие светильники, которые располагаются посередине улицы. И то, что здесь есть провода, на которых они висят, мне кажется, это ничего страшного. Обратите внимание, какое разнообразие мощения в центре. Все мрамором вымощено. Здесь такая плитка, здесь совершенно уже другая плитка. Здесь на дороге у нас начинается брусчатка. Здесь на тротуаре плитка уже поменьше. Четыре разного типа мощения на небольшом пятачке. Ну и все, конечно, идеально сделано. Просто удивляешься этому качеству работы. Обратите внимание, сколько пешеходных переходов. Они через каждые 100-200 метров. Повсюду пешеходные переходы, повсюду светофоры. И светофор, когда мы говорим про центр города, это возможность регулировать трафик. И в том числе и бороться с пробками. Человек там что-то нажимает и получает пропуск на проезд в центр. Видите, что подкрылась эта штука? Потому что центр города только для жителей и технических всяких служб доставок. Так, едем дальше. По прекрасным узким улочкам Бордо. Опять искривление и водители опять снижают скорость. Вот парковка, посмотрите, они в шахматном порядке чередуются то справа, то слева. Как раз для того, чтобы улица не была ровной и чтобы среда не провоцировала нарушать. Обратите внимание, это центр и здесь новое благоустройство. Чего здесь нет? Здесь нету бордюров, то есть проезжая часть от пешеходной зоны вообще никак не отделена. Единственное, здесь есть металлическая вставка просто между плитками с направлением движения. Вот здесь одностороннее движение, она вот так вот показывает. Здесь аккуратные столбики, которые тоже обозначают конец проезжей части. А еще здесь есть парковка. Я понимаю, что нет никакой разметки и парковочные места, они разделены вот такими просто металлическими элементами, такими вот шайбочками прямо на мраморной вот этой вот брусчатке. Еще очень круто и красиво здесь монтированы тоже знаки, видите, парковка для инвалида. Опять же, нет никакой разметки, просто красивый такой металлический объемный знак со значком инвалида. Вот, все понятно. Да, здесь он продублирован таким вот знаком, да, но он единственный маленький и аккуратный. А в целом нету лишнего мусора на дороге, нету никаких вот здесь линий, краски и все очень круто. Ну и полностью, видите, безбарьерная среда, ни одного ни бордюра, ничего, просто кайф. Обратите внимание, как у них сделано искривление из-за остановки. То есть, остановка, она располагается по центру дороги, сделано искривление, которое с одной стороны позволяет расположить остановочный павильон по центру дороги, а с другой стороны водители вынуждены снижать скорость, чтобы вписаться в поворот. Еще обратите внимание, друзья, что вся парковочка, она есть, все разделено на места. То есть, нет таких вот случайных вдоль бордюра, как у нас. Бордо — это не только старый город и пафосные классицистские улицы. Здесь есть и современные районы. В один из них я решил съездить, чтобы посмотреть, как в провинциальной Франции строят жилье в 2020 году. Ну и, конечно же, сравнить с Россией. Как строят новые районы у нас? Чем больше построил, тем лучше. Губернаторы каждый год гордо отчитываются о сданных квадратных метрах. А то, что они лепят бетонные коробки в чистом поле, без какой-либо инфраструктуры, никого не волнует. Главное, что отчет получится хороший. Ну не поедет же кто-то проверять или спрашивать мнение жильцов. В Бордо подход совсем другой. Тут план развития города составляют на несколько десятилетий вперед и строят районы так, чтобы в них было комфортно жить. Причем жить сразу, не дожидаясь десятилетиями, когда построят дорогу или наладят работу общественного транспорта. Эко-район Жинко, в который я приехал, начали планировать еще в 2006 году. Причем учитывали стратегию развития города до 2030 года. Новый район рассчитан на 7000 жителей и построен в рамках существующих границ Бордо, а не в поле на окраине. Закончить стройку планируют в 2022 году, но большая часть района уже заселена. И трамвай в Жинко пустили еще 6 лет назад. Обратите внимание, что тут у них на трамвайных путях. Дерево. Деревянными такими вот речками все выровнено, при этом все еще в один уровень. Эко-районом Жинко назвали не просто так. Здесь уделяют огромное внимание экосистеме, снижению энергозатрат и умной мобильности. Например, район не стали закатывать в асфальт, а заполнили прудами и деревьями. С учетом парка зеленые насаждения занимают 40% площади всего района. В районе грамотно сделаны дождевые озера, которые заменяют обычную ливневку. В итоге дождевая вода не только не застаивается на тротуарах и дорогах, но и питает растения, а водоемы спасают от летней жары. Вообще, отношение к дождевой воде, это один из таких признаков хорошего современного района. Я вам уже рассказывал, что у нас, когда обычно делают районы, про то, что будет происходить с водой, не думает вообще никто. Кстати, классная идея с прудом. Смотрите, во-первых, этот пруд отделяет здание, отделяет жилой квартал, вот эти вот дворы, приватные дворы от такой улицы, где ходят люди. Сделан такой классный деревянный настил, по которому можно ходить. Вода находится в непосредственной близости, засажена какими-то растениями, которые прямо можно потрогать. Здесь действительно приятно находиться. Мы только вышли с трамвая и сразу попадаем в такой красивый район. Вот видно, что прямо вплотную к домам подходит, и вот у этих жильцов из балкона шикарный вид. Здесь не просто собирается вода, здесь еще растут растения. И получается такая зеленая стена, отделяющая тротуар от дороги. То есть, когда мы идем с вами по тротуарам, мы идем вдоль такой вот густой красивой зелени и наслаждаемся красотой. Кстати, обратите внимание, что мы ходим между жилыми кварталами, и здесь вот все эти пешеходные связи так построены, что мы вообще не видим ни дорог, ни машин. Здесь вот довольно безопасно отпускать одних детей гулять, потому что дороги, они все отнесены в сторону, и можно ходить по району, наслаждаться жизнью, не переживая, что где-то здесь ездят машины. Но даже там, где машины ездят, они ездят очень медленно, на этих дорогах невозможно разогнаться, ездят они аккуратно, так что тут все замечательно в этом плане. Да, и обратите внимание, что очень важно, есть контакт с водой, то есть мы можем подойти прямо вплотную к воде. При этом это совершенно безопасно, потому что здесь мелко, здесь глубина сантиметров 30, недоступная, можно сказать, роскошь для многих наших районов. То есть у нас все стараются отгородить какими-то заборами, высокими там набережными, чтобы, не дай бог, человек с водой не контактировал. Обратите внимание, как сделаны дороги, то есть они довольно узкие, и везде есть такие вот искривления, сужения, между такой вот зеленый разделитель островок безопасности, чтобы машины не гоняли. Тут вместо столбиков можно использовать камни, никто не будет заезжать, парковаться на таком газоне. Вот, а это штука для того, чтобы дети на велосипедах и самокатах замедлялись, потому что здесь трамвайные пути, чтобы они, сломя голову, не ломились через переезд, и под трамвай, который их может не увидеть. Видите, здесь сделали такую специальную скорость и снижательные барьеры, в котором нет ни одного похожего здания. При этом застройка такая довольно компактная, но это не какие-то коробки, которые смотрят окнами друг друга, да, видите, архитектура, она все-таки такая немножко необычная, и сделано так, чтобы, несмотря на плотность, жильцам было более-менее комфортно в этих домах находиться. Каждый дом, он уникальный, ни одного одинакового дома нет. Сказал я и показал два одинаковых дома. Но это в составе комплекса, они могут быть одинаковые, два-три. Но по району все дома, конечно, вся архитектура разная. И, скорее всего, они приглашают еще и разных архитекторов. Еще мне нравится очень много натуральных материалов. Натуральное дерево, камень, много материалов необработанных, не крашенных. То есть, видите, дерево, да, просто непокрытое дерево, и ничего с ним плохого не случилось. Все покрытие тоже деревянное. Видите, вот везде дерево, все сделано супер качественно. И здесь эта система прудов. Черный дом. Вот попробуй у нас предложить сделать черный дом. Тебе сразу скажут, что это брачно, что это крематорий, что это ужас, что это кошмар. Хотя, конечно же, черный дом совершенно нормально, ничего страшного в черных домах нет. Бороться с расслоением общества городские власти решили за счет квартирографии. Район застроен жильем на разный вкус и кошелек. Таунхаусы тут соседствуют с многоквартирными домами. 33% жилого фонда отдано под социальное жилье, а 22% под льготное. В итоге бедные и богатые живут рядом друг с другом, что делает район социально безопасным. Город избавляется от неблагополучных районов и решает проблемы ненависти бедных к богатым не за счет высоких заборов вокруг элитного жилья, а устраняя сам разрыв между разными группами населения. Так. Дворы во Франции по традиции все закрыты. Такой забор, видите, невысокий, но попасть сюда нельзя, потому что дворы только для жильцов. Вот так вот выглядят проходы между домами. Очень много зелени. И зелень здесь как раз используется как еще один барьер, чтобы люди не шастали где не нужно. То есть вместо каких-то заборов и охранных систем, видите, можно поставить небольшой такой заборчик, а здесь все засадить такими деревьями и колючими кустами. Это вот лучшая защита и красиво, и никто не будет перелезать через этот забор. А вот, кстати, мусорные баки стоят просто на тротуаре. Это уже вот внутренняя территория этого жилого квартала. Обязательно не просто посадить дух, а сделать еще табличку, где рассказать, что это за растения, чтобы детки, которые здесь играют, они изучали растения и знали, где что. Такая вот детская площадка, где разбиты на разные зоны. Это у нас всем для малышей, и я думаю, здесь таких площадок будет много. Обратите внимание, как они делают зонирование за счет рельефа и кустов. То есть у нас у воды такая тихая зона, а здесь довольно шумная спортивная площадка. Но за счет того, что они сделали рельеф, когда ты находишься у воды, не видно спортивную площадку, а зелень, густая растительность, она защищает от шума тех, кто гуляет вдоль ручья. А там у нас, друзья, старые панельки. Та история, что, к сожалению, Францию панельки тоже не миновали, и мы видим вот такой вот классический панельный район. Да, выглядят они, конечно, почище и получше, чем наша панелька, потому что никто не стеклит балконы, там особо их не захламляет. Ну и следят вообще за домами. Но, тем не менее, по сравнению с этими новыми районами, это, конечно, кошмар и ужас. На границах районов у нас находятся огороды. Огороды — это тоже часть жизни новых районов. Жители здесь вот разбиваются на такие вот участки и выращивают овощи, фрукты. То есть примерно то же самое, что у нас некоторые люди под окнами у себя делают огородики. А в Европе, в новых районах — это на границах. Вот эти вот пустыри, которые здесь образуются, их отдают людям, и они разбивают здесь вот эти такие вот огородики. А все потому, что район у нас экологичный, и люди должны быть ближе к природе. Видите, там лейки, у всех вот хозяйство. Вот здесь такая возникла внезапно пешеходная улица, пешеходно-торговая, где будут у них располагаться вот магазины. Уже видна реклама Макдональдса, Интерспорта. Делают не прямые кварталы, а такие ломанные. Да, то есть, и считается то, что это людям такое гораздо комфортнее, потому что такое более природное, и человеку вот эстетически приятнее, какие-то такие вот ломанные пространства. Я согласен с этим, мне действительно вот, когда вот эти делают такие вот ровные, идеальные такие проспекты прорубают, не очень кажется интересным, а такие вот закуточки какие-то, интересные изломы, когда улицы появляются, появляются какие-то сужения или внезапно образовалась площадь, мне кажется, это гораздо интереснее. Видите, они на парковке посадили деревья, сделали такие вот, раскрыли нижний уровень в некоторых местах, сделали через него переход, и получилось очень интересно. В парковке появился свет естественный, то есть, они запустили это естественное освещение, а наверху вот у нас появился такой вот контакт с кроной дерева, мы смотрим теперь на дерево, как на какую-то скульптуру с высоты нескольких метров, вот, не в ствол, а прямо вот на крону, ну и плюс какое-то интересное пространство. Здесь, видите, из-за того, что кварталы неровной формы, вот кое-где образуются площади. Важно понимать, что хорошие современные районы, когда мы говорим про жильё, это не просто жилые районы, не просто спальники, как мы привыкли, а это, так называемая, микс-девелопмент, когда мы имеем здания разного функционального назначения. Это обязательно какие-то культурные объекты, это и офисные здания, это и жилые здания, и торговля, то есть, нужно сделать так, чтобы район жил постоянно, то есть, здесь постоянно были люди, чтобы там в разгар рабочего дня отсюда все не уезжали, а кто-то, наоборот, в этот район приезжал, например, за покупками или там в театр, или в хорошую школу. Важно, чтобы в современных районах были все необходимые человеку сервисы, чтобы ему отсюда не надо было, во-первых, уезжать, ну, во-вторых, чтобы жить здесь не прекращалось, то есть, когда человеку нужно сходить за покупками, ему не надо с этого района уезжать, когда человеку нужно отдохнуть, ему не надо с этого района уезжать, вот. Поэтому хорошие современные районы должны быть насыщены разными сервисами и функциями. Надо признать, что Жен-Ко не идеальный район для жизни. Хотя более 80% местных жителей остались довольны своим районом, по итогам проведенного городом опроса хватило и жалоб. Так 86% жителей Жен-Ко пожаловались на недостаточную чистоту общественных пространств. А 54% были недовольны шумом с улицы. А вот мы видим злодеев, вот, смотри, вот, как это называется, что это такое? Да, где? Место дайте, постройте, постройте парковки. Вот так вот, друзья, видите, даже в новых районах некоторые жители, не очень сознательные, они вот считают возможным для себя ставить машины прямо на газонах. Все засрали. Да. Но проблемы появляются, если сравнивать Жен-Ко с идеалом, а не с Мурино, например. По своим размерам в пределах городской черты Бордо в России плелся бы в конце первой сотни, где-то рядом с Комсомольском на Амуре, Сыктывкаром и Новороссийском. Вот вы можете себе представить эко-район в Сыктывкаре, а в Новороссийске? Там все просто застраивают бездушными бетонными коробками, собранными в неудобные районы. В лучшем случае они бы соответствовали нормам, написанные чиновниками по методичкам советских времен. Жен-Ко не идеален, но пока у французов получается строить районы 21 века в разы лучше, чем у нас. Хорошо бы отправить наших градостроителей в Бордо, может быть, чему-нибудь научатся. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok